Всем привет! В этом уроке по Кокани 2 мы научимся использовать инструменты кривых. Их целых три. Single Curve Tool, Curve Tool и Bezier Tool. Эти инструменты позволяют рисовать штрихи путем создания точек для кривой. Это хороший способ обвести наброски плавными линиями даже без использования стилуса. Начнем с Single Curve Tool. Этот инструмент самый простой. Зажимаем левую кнопку мыши, чтобы создать первую точку. Передвигаем курсор в место, где должна быть вторая точка и отпускаем кнопку. Двигаем курсор, чтобы настроить дугу и еще раз кликаем мышкой. На панели настроек инструмента есть два незнакомых параметра. Кёгвачу отвечает за форму кривой. Чем меньше значение, тем дуга будет острее, а чем больше – круглее. Points задает количество точек, из которых будет состоять дуга. Этот инструмент пригодится для рисования объектов, которые состоят из одиночных дугообразных штрихов, к примеру, облака. Далее инструмент Curve Tool. Все параметры инструмента нам уже знакомы, потому перейдем к использованию. Нам нужно просто ставить точки по нужной траектории, кликая левой кнопкой мышки. Чтобы отменить последнюю точку, нажмите Ctrl Z. Дважды кликните левой кнопкой мыши для завершения штриха, или нажмите правую кнопку мыши. Чтобы создать острый угол, кликните левой кнопкой мыши с зажатой клавишей X. Этот шорткат можно поменять в закладке Tools Hold Draw Corner Point Mode. Если замкнуть первую и последнюю точку, форма сгладится в месте стыка. Зажмите X, если хотите замкнуть штрих, не сглаживая. Этот инструмент отлично подходит для вводки скетча, или когда нужно аккуратно провести линию при фазовке. И последний на сегодня инструмент Bezier Tool. При нажатии левой кнопки мыши вы ставите точку. Когда вы отпускаете ее, вы укажете положение ручки Bezier для созданной точки. То есть нажимаем левую кнопку мыши, тянем курсор, отжимаем. Зажимаем, тянем, отжимаем. И так далее. Если нужен острый угол, просто нажмите левую кнопку и отпустите, не перетаскивая курсор. Bezier Tool тоже очень полезен при обводке, но к нему нужно привыкнуть. Мои поздравления. Инструменты кривых пройдены. В следующем уроке мы продолжим изучать инструменты рисования. На очереди примитивы и властики. А на сегодня все. Пока.